Михаил Михайлович, поздравляю с победой. Короткий комментарий по игре, все ли получилось задуманного? Ну полностью довольным быть нельзя. Есть ошибки, которые по качеству игры, еще раз повторюсь, что их надо развивать. Сегодня были хорошие эпизоды с нашей стороны, хорошие голевые моменты и те моменты, которые реализовали. Поэтому здесь надо ребятам быть благодарными за, во-первых, их отношение к делу, за их реакцию на сегодняшнюю игру. И, в принципе, победа заслуженная, но остаются, еще раз говорю, шлифовать игровые эпизоды, которые нам дальше пригодятся в дальнейшем соперникам. Какой был план на игру сегодня? План был, мы знали, как сборная Эстонии старается начинать атаки, как они действуют вблизи своих ворот. Поэтому было задание активно прессинговать на чужой половине поля. И когда, естественно, заставить соперника выбивать мяч, когда уже мы завладеваем мячом, правильно им распоряжаться за счет определенных комбинаций взаимодействий. Кого-то можете отдельно отметить по сегодняшней игре? Я думаю, что, я всегда подчеркиваю, что коллектив, команда, которая сплочена, которая полностью остается, где нет равнодушных, та команда и побеждает. И сегодня мы это увидели. Ребята молодцы. Перед сегодняшним матчем утром в СМИ появилась информация о Матвее Сафонове, что он якобы уехал, и что у него не все ладно в нашей сборной. Что мы можем по этому поводу сказать? Мы газеты не читаем, и на информацию, которая появляется непонятно от кого и непонятно для чего, не реагируем. Поэтому Матвей, часть нашего коллектива, он готовится и готовился к этой игре. И сегодня все видят, что он вышел в стартовом составе. Душой и сердцем он с нами полностью работает, поэтому здесь вообще вопрос об этом не стоит, и реагировать на это не нужно. И последний вопрос. Параллельный матч Польши обыграл Сербию. Насколько для нас это плохо или хорошо, или мы вообще не будем обращать на это внимание? Еще дистанция длинная, поэтому борьба продолжается. Каждый набирает свои очки, кто-то их теряет. Самое главное нам исключить невынужденные потери, развивать качество игры и добиваться положительного результата и побед.